Буряты или Буряты. Самый северный монгольский народ, коренной народ Сибири, ближайшими родственниками которых, согласно последним генетическим исследованиям, являются корейцы. Буряты отличаются своими древнейшими традициями, вероисповеданием и культурой. Древние времена. Территория Бурятии была заселена со времен глубокой древности. На стоянке Туяна в Тункинском районе Бурятии были обнаружены старейшие кости человека Евразии возрастом в 50 тысяч лет. Также в Забайкалье были обнаружены одни из древнейших музыкальных инструментов человечества. В культурном слое, предполагаемый возраст которого 30-38 тысяч лет, был обнаружен фрагмент свистковой флейты. Около 1800 года до нашей эры на Байкале появились и прожили здесь почти 5000 лет первые монголоидные племена глазковской культуры. Откуда они пришли неизвестно, но по данным антропологов считают, предками современных эвенков, эвенов, юкагиров и, возможно, некоторых маньчжурских племен. Согласно исследованиям генетиков, глазковцы состояли в близком родстве с американскими индейцами и в некотором родстве с азиатскими и палеосибирскими народами. Самыми известными их захоронениями считают восемь могил на острове Альхон, одна из которых находится в сакральном для современных бурят месте на мысе Бурхан. Считается, что именно здесь живет дух-хранитель острова. К этому мысу до сих пор съезжаются камлать, общаться с духами бурятские шаманы. Мифы. В ранних бурятских мифах все персонажи делятся на добрых и злых. К первым восходит все положительное, что имеется на земле, ко вторым все отрицательное. Добрые силы, охраняющие человека, это вечно синее небо. Хухэ-мунхэн-тэнгри. Мать-земля. Улыгень. Солнце. Наран. Луна. Кара. Утренняя заря. Салбон. Злые силы мира представлены несколькими разрядами живых существ, среди которых черная бабушка Майя-схара, ее 13 сыновей и 7 дочерей, безымянные многоголовые чудовища Мангасы и Мангаджаи и уже строго персонифицированные силы мрака. Архан-шутхыр, глотающий солнце, Алха, глотающий луну. Именно их происками объяснялись в мифах солнечные и лунные затмения.